добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры гости возможно таковы имеют сегодня вебинаре если меня слышно видно хорошо поставьте пожалуйста плюсики нашем чате 10 плюс да нет никаких шумов нет ничего там скрипы и так далее так далее поговорим по поводу ваших вопросов давайте мы сделаем следующее смотрите я вижу что вы пишете по поводу конференции возможно будут какие-то еще вопросы да давайте в конце презентации сегодня их озвучите а я постараюсь дать вам на них ответы хорошо вот будет здорово если вы еще напишите города из которых вы на сегодняшний день присутствует на нашем вебинаре я видел что у нас есть грозно видел что у нас есть минск у нас есть лисичанск ирбит да очень рад вас видеть сегодня на нашем вебинаре тем более люди еще из белоруссии и да там где у нас сегодня происходит скажем так основное действие связано с самой технологии непосредственно который мы выводим на международный рынок алтайский край очень здорово славянск на кубани вот это у нас краснодарский край в общем рад вас всех видеть на сегодняшнем вебинаре пусть нас не так много да адрес краснодарский край ведь у нас из теплых краев есть люди на сегодняшнем вебинаре это предполагаю что у вас уже там классно и тепло потому что у нас москве снова вернулась зима несмотря на то что он в небе светит яркое солнце на завтра обещает снег ну вы знаете плохой погоды не бывает приветствую вас борис вот из норвежского города фреговестад то есть северная европа викинги да у нас на вебинаре сегодня есть это коллеги у нас сегодня речь пойдет с вами непосредственно о компании skyway capital вебинар будет состоять из двух частей первая часть мы с вами будем говорить о технологии которые мы сегодня выводим на мировой транспортный рынок по технологии который разработал анатолий дарчевницкий человек который имеет непосредственно отношение к миру транспорта и принципе большому счету всем и люди живущие скажем так цивилизованном обществе ну процентов 90 95 наверное очень сильно зависим от такого понятия как транспорта такой целого ряда транспортных систем можно сказать таким образом вот и мы с вами все знаем что на сегодняшний день нам с вами доступно 4 транспортные системы которые мы ежедневно можем использовать первый из них это железнодорожный транспорта которому скажем так уже более 100 лет давно вот это автомобильный транспорт со всей его инфраструктуры начинают производство автомобилей заканчивая их утилизацией это воздушный транспорт который наверное из всех самый молодой да потому что последнюю очередь из четырех транспортных систем эксплуатируемым сегодня человеком последним появился авиационный транспорт а самым первым появился транспорт который можно назвать водный да это морской речной то есть предки разных скажем так предки жители разных стран давно использовали водный транспорт он был речным он был морским то есть люди использовали воды транспорт очень давно еще до нашей эры и сражения были великие между целыми скажем так державами империями на воде путешественники были да потом вы знаете что было средневековье это эра охвата колоний то есть это и среди этой азии это и американский континент колон который плыл на своем корабле в индию вдруг оказался на территории американского континента вот то есть четыре транспортные системы и по большому то счету как я уже сказал люди проживающие в цивилизованных странах такое явление как транспорт по сути дела избежать никак не могут потому что нам сами нужно передвигаться на работу кто-то скажем так отправляется на отдых да и тогда конечно же еще транспорта можно отнести божевой транспорт которым люди пользовались тоже очень давно то есть кто-то ездил дыхом появилось колесо достаточно давно то есть появились тележки опять же до нашей эры были боевые колесницы которые использовали тоже колеса и так далее но сам факт что скажем так колесо и водный транспорт появились очень давно современных транспортных системах которые мы с вами используем опять же ежедневно есть целый ряд преимуществ по отношению друг другу мы есть огромное количество проблем да то есть мы давно перестали плавать на деревянных судах мы давно перестали ездить на пили него на колёсах да у нас ездят скажем так железные звери которые изрыгают огромное количество отравляющих веществ атмосфер guess вот есть пароходы атомоходы вот у нас есть самолеты которые сжигают скажем так тонны топлива за один полет и выбрасывают огромное количество вредных отходов атмосферу при этом скажем так расходы огромное количество кислорода которым мы с вами животные проживающие на территории планеты земля могли бы дышать и чувствовать себя спокойно кстати если посмотреть опять же все что происходит мире я не хочу сказать что в мире плохо нет мире хорошо но огромное количество заболеваний которые на сегодняшний день имеется в мире до который называют частом системным там гены какие-то так далее так далее появились за последние сто лет то есть еще в девятнадцатом веке скажем так 90 процентов из них человечество не знала и вино всему этому это цивилизация то как мы на сегодняшний день эксплуатируем землю те фабрики завода до которые опять же выбрасывают атмосферу огромное количество отравляющих веществ виды вооружений которые человечество скажем с каждым годом разрабатывать все более хитрый более новые да то есть вооружение которые могут уничтожить там несколько грамм какого-нибудь бактериологического либо химического оружия может уничтожить скажем так целые страны целый континент к сожалению все эти изобретения идут может быть не в том направлении хотя есть и что-то хорошее об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить если говорить о транспорте да опять же затрагивать это направление то струнные технологии именно об этом мы сегодня с вами будем говорить разработан анатолий даровичем юницким они затрагивают не только транспортную сферу хотя где-то процентов там 95 мы говорим именно об этом да струнные технологии на сегодняшний день могут быть применимы при строительстве домов как скажем так коттеджного типа пока высотных струнные технологии можно использовать для строительства взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов струнные технологии разработанные юницким можно использовать при строительстве портов будь то на больших озерах морях и океанах да причем в естественном скажем так месте не нужно тратить огромное количество денежных средств на миллиарды долларов на обустройство береговой линии потому что эти порты могут размещаться непосредственно на территории акватории океана озера там либо либо море да вот струнные технологии можно использовать и для транспортного транспортных систем да то есть мы именно об этом с вами сегодня большую часть времени будем говорить когда будем общаться непосредственно и рассказывать о технологии на торе даровичем низко и так компания skyway capital да то есть компания которая по сути дела работает на рынке инвестиций на немногим более года до 24 марта исполнится один год и один месяц компания skyway capital как она работает на рынке вот компания зарегистрирована территории великобритании под названием все skyway in this group код который вы видите на нижнем рисунке данного слайда вы можете его записать себе выйти на сайт официального регистратора великобритании и посмотреть информацию о компании skyway in this group skyway capital и skyway capital правильно да торговая марка нашей компании компании компания является партнером группы компаний skyway по привлечению инвестиций в реализацию технологии разработанные низким тяжелой технологии индустриальной технологии да вот это не производство например какой-нибудь высокоточной электроники типа айфонов компьютеров планшетов и так далее да эта технология которая на сегодняшний день опять же затрагивает большинство жителей нашей планеты и в принципе а если рассмотреть с точки зрения инвестиций с точки зрения того что вы можете получить в недалеком будущем вот представьте себе ситуацию которая конец 70-х годов да вот сегодня конец 70-х годов и к вам обращаются сотрудник компании стива джобса там было всего несколько человек и говорит друзья у нас есть амбициозные планы мы знаем что технологии которые мы хотим внедрить да то есть те устройства которым разрабатываю программное обеспечение и будет пользоваться огромное количество людей на планете миллионы миллион людей до десятки миллионов сотни миллионов людей поэтому если вы сегодня проинвестирует незначительные деньги в разработку этой технологии через там 5 10 20 лет вы будете очень богат потому что данная технология будет применим сегодня происходит именно это то есть анатолий удар до чуницкий человек который разрабатывал свою технологию на протяжении 30 с лишним лет 38 предлагает абсолютно любому человеку стать владельцем данной технологии в последующем с того товара товаром является транспортной технологии получать пусть по копеечке ежедневно да но с большого количества адресных проектов на территории всего земного шара где будет использоваться данной технологии и ситуация сегодня именно такова то есть вот я вам просто предлагаю настроиться в этом русле что именно так выглядит сегодня технология skyway да именно с ней будет происходить то же самое что компания apple устройствами компании apple до программным обеспечением и так далее только это будет происходить быстрее заметно намного быстрее чем это было с apple вот и я вот хотел бы сейчас обратиться к вам нас не так много три десятка человек как всегда в чате будут активные люди будут не очень активно люди вот те кто считает что транспорт на сегодняшний день востребован гораздо большим количеством людей чем такие устройства как iphone ipad компьютеры macintosh там моноблоки и туда поставьте пожалуйста цифру 5 вот потому что я знаю что огромное количество устройств выпускаемых компанией был на сегодняшний день используют большое количество людей у некоторых по несколько устройств да но все-таки транспортом но мое мнение такое я думаю не только мое мнение пользуется гораздо большее количество людей вот если вы считаете что то что я сказал это так поставьте цифру 5 в нашем чате нашего вебинара и так компания skyway капитал является официальным партнером группы компании skyway по привлечению инвестиций в реализацию технологии разработанную низким по сути дела это деятельности мы способствуем выводу этой технологии на мировой рынок да и что самое важное мы используем ту же платформу по которой когда-то начало движение по планете компания разве систем то есть когда января 2014 года была привлечена первая инвестиция это называлось крауд инвестинга либо народным инвестированием причем тому несколько почему была выбрана эта платформа важно что за эти два года которые существует группа компаний skyway данная платформа показала и подтвердила свою живущую свою эффективность и все что на сегодняшний день проделана в группе компаний skyway сделано на деньги которые проинвестировали обычные люди проживающие в большом количестве стран мира там больше 50 стран из разных социальных слоев населения разного возраста с разным уровнем образования да но это люди которые увидели перспективу внедрение данной технологии вот кто-то больше идет в сторону технологии да увидел что это перспективно кто-то скажем так увидел возможность получить доход еще сегодня кто-то просто увидел возможность применить свои физические моральные духовные усилия для того чтобы оставить своей жизни какой-то свет да то есть рассказать потом своим детям и внукам что он принял участие в крупном инфраструктурном проекте инновационном инвестиционном проекте который круто изменил жизнь нашей планеты в целом так вот мы переняли группы компаний skyway у корневой компании ее опыт и работаем по системе краудинвестинга это если буквально в нескольких словах у компании skyway капитум они чуть чуть подробнее потом поговорим уже во второй части вебинара а сейчас вы видите на экране человека который на сегодняшний день является виновником как я люблю это говорить в положительном смысле слова всего того что происходит группе компаний skyway анатолий дарыч юницкий человек который родился на территории бывшего советского союза то есть его можно назвать российским белорусским советским ученым предпринимателем изобретателем руководит проектом встроенных технологий как я уже говорил на протяжении 38 лет но для транспортной сферы в принципе это не такой уж и большой срок потому что многие изобретения многие ноу-хау в транспортной отрасли примеряем применялись гораздо позже то есть гораздо больше лет затрагивалась на затрачивалась на изучение какого-либо скажу какого-либо нау-хау потом на его внедрение доказательства всему миру что это выгодно и так далее так далее тогда кто-то может со мной поспорить но вы знаете кто смотрел фильм улана васильевич меняет профессии помню да там хари ван грозный появился советское время то есть это 70 80-е годы и сказал что был у меня один изобретатель горит крылья хотел изобрести то есть как бы полетать хотел но мы горит его на бочку с порохом посадили пущая полетает то есть уже тогда люди задумывались на тем что можно летать да а первые самолеты появились по сути дела в начале двадцатого века братья рать сделали фанерный самолет который пролетел несколько секунд так вот на первом этапе в далеких 70-х годах примерно это же из себя представляла технология юницкого вот первый этап технологии отработанной был где-то в конце 80-х годов да там ближе двухтысячным кстати годам нашего тысячелетия и разница того что было тогда и того что мы строим сегодня это как между первым самолетом братьев райд и например самолетом dreamliner есть такой боинку знаете да который перевозит там свыше 300 пассажиров это дальнемагистральные самолеты и так далее надежные легкие бесшумные там максимально комфортно и прочее сегодня речь идет вот именно о таком виде транспорта и мы с вами о нем сейчас немножко подробно поговорим за время разработки внедрения технологии струнного транспорта на поле дорожки низкий руководил двумя проектами организации обменных наций то есть эксперты данной структуры давали свои оценки и он выделял денежные средства на разработку технологии юницкого восьмидесятые годы прошлого столетия он стал членом федерации космонавтики ссср и эта структура одна из первых до признала перспективность использования технологии разрабатывать юницким и применение их на территории ссср в первую очередь у него более 140 изобретений различных изобретений которые сегодня используются в целом ряде отраслей промышленности сельском хозяйстве то есть несколько десятков из них уже используется на практике у анатолий дарыча низкого 18 монографий более двухсот научных работ целым рядом из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте инженера юницкого 3dabodyunitsky.com то есть там огромный пласт информации касаемо скажем так технической стороны технологии разработаны им же да экономические скажем так обоснование того почему выгодно строить дороги по технологии струнного транспорта там есть большое количество видеоматериалов там есть скажем так даже государственные контракты на строительство дорог целом ряде регионов российской федерации с ними вы тоже можете ознакомиться то есть было бы желание разбираться в эту информацию три высших образования первое образование инженер транспорта второе направление это патентное право изобретательства и третье высшее образование это проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений то есть вот этот человек на сегодняшний день руководит нашим проектом человек который скажем так лелеет свое детище технологии уже на протяжении 38 лет и скажу еще очень важную вещь что мы очень близки к тому чтобы это на сегодня ближайшее время уже было реализовано на нашем вебинаре мы тоже об этом будем говорить прежде чем рассказать краткую историю развития технологий с конца 70-х годов по сегодняшний день я бы хотел вам включить ролик который вам продемонстрирует что из себя представляет технология транснет так сейчас это называется я называю еще шагом шестой технологический уклад почему транснет то есть в принципе это мировая паутина новый вид мировой паутины следующий вид до следующий этап наверно следующая ступенька в развитии человечества то есть это паутина мировая паутина перевозки грузов и людей которые в себя впитают все преимущества информационных технологий эти технологии то есть то что мы сегодня называем мировой паутин и под названием интернет то есть все что на сегодняшний день уже разработана в этом направлении так плавно вольется в технологии разработанной юницким и мы сможем кстати вот эти прелести цивилизации которые используем сегодня большие города крупных городах ну средние города донести до тех уголков земного шара которые сегодня являются труднодоступными либо недоступными да благодаря транспортной технологии разработаны юницким мы сможем это все дать людям проживающих скажем так местах куда говорится парк практически не ступала нога человека но при этом мы будем сохранять природу тех мест абсолютно не вредить экологии где будут строиться данной дороге как ну вы сейчас увидите что из себя представляет технология и после короткого двухминутного ролика мы с вами продолжим наше путешествие по сегодняшней информации спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы их любите и хотите чаще с ними видеться. Если такие есть, поставьте просто плюсик. На расстоянии, еще раз говорю, тысяча-полторы тысячи километров. Есть. Отлично. Теперь я задам следующий вопрос. Поставьте, пожалуйста, цифру 5 те, кто видится с этими людьми два раза в год хотя бы. Позволяют себе это делать. Почему я задаю такой вопрос? Потому что, смотрите, для того, чтобы увидеть нам этих родных и близких, первый фактор, который нам важен, это деньги. Потому что билеты стоят дорого. Самый простой способ, как многие сейчас откликнутся, скажут, что это самолет. Мы покупаем билет на самолет. Билеты на самолет, скажем, далеко не дешевые. Мы садимся на самолет, мы можем прилететь, например, в пятницу вечером сесть, ночью прилететь, пообщаться с родственниками. Важно, скажем так, в воскресенье обязательно вылететь назад, чтобы в понедельник идти на работу. Но если мы будем использовать железную дорогу, либо автомобильный транспорт, то мы будем добираться в среднем от 10 до 20 с лишним часов, чтобы проехать расстояние от 1000 до 1500 километров. А, скажем так, те же 1500 мы можем ехать и больше суток, потому что все зависит от качества дорог, по которым будем передвигаться. Соответственно, мы можем даже доехать в течение этих двух дней до нашего горячо любимого родственника, рассыловаться на вокзале, через 10 минут прыгнуть в обратный поезд и доехать домой. Вот такой формат. Нравится ли вам такое общение? Я думаю, нет. Но, поверьте, я думаю, опять же, подтвердите, пожалуйста, поставьте 5, кто хотел бы как можно чаще видеть родных и близких, тех, кого вы любите, делать это, скажем так, не раз в год, не раз в 5 лет, как большинство это делает. Например, 2-3 раза в месяц. Вот данный транспорт, который мы сейчас выводим на мировой рынок, позволит нам это делать. Потому что расстояние, например, от Москвы до Питера, высокоскоростной SkyWay будет преодолевать меньше, чем за 2 часа. Ну, пусть даже 2. Это уникальный транспорт. Так вот, до Питера от Москвы за 2 часа, соответственно, вы утром проснулись, сели в Юни-Лед, доехали до Питера, погуляли в удовольствие, посмотрели северную столицу, сели обратно и в тот же вечер вернулись. И по цене это будет в 5-10 раз дешевле, чем те билеты, которые мы имеем на сегодняшний день. Вот то, чем мы сегодня занимаемся. Вот к чему мы двигаемся. И данная технология направлена на решение проблем фактически жителей всего земного шара. Потому что все бы хотели иметь безопасный, высокоскоростной, комфортный, доступный по цене транспорт, причем еще экологически чистый, и который не оказывает вредного влияния на самого человека, который сидит в этом транспорте. Это тоже очень важно, потому что, как говорит Анатолий Дарович Юницкий, вредное воздействие метро на человека начинает осуществляться через несколько секунд, после того, как мы спускаемся в подземелье. И шум, и уровень вибрации, когда мы едем, и многое-многое другое. Что, кстати, сказывается не очень хорошо на нашем здоровье в том числе. Итак, коллеги, кратко буквально история. Четыре этапа, на которые можно разбить историю создания и реализации технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. Первый этап, самый далекий, да, 97-й. Точнее, 77-й год прошлого столетия по середину 90-х годов. Сложных годов, да. То есть, именно в это время была подана первая заявка на изобретение. Именно в это время было получено признание Федерации космонавтики СССР. Была проведена на территории Гомельской области, Гомеля точнее, первая конференция научно-практическая, где говорилось о струнном транспорте в том числе. Советский фонд мира выделял небольшую сумму на развитие данной технологии. 95-й и 2000-й. В Анатолии Даровичем Юницкого на втором этапе развития технологии была своя научная школа в городе Санкт-Петербурге. Было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе. Это придать максимально обтекаемую форму подвижному составу. Но в первую очередь направление было выбрано этого высокоскоростного Skyway. Именно на данном этапе Организация Объединенных Наций выделяла первый грант. И фактически в этот момент были продемонстрированы первые действующие физические модели, которые доказали, что данная технология имеет право на жизнь. То есть по технологии, по расчетам и по всему, что разрабатывали специалисты, работающие вместе с Анатолием Даровичем Юницким, было доказано, что все это можно реализовать на территории Российской Федерации, на территории мира, где это будет востребовано. Третий этап развития технологий был очень важен, потому что именно в это время о технологии, разработанной Юницким, узнал весь мир. Потому что был такой человек, Александр Лебедь, который проникся информацией о технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. И он способствовал строительству полигонов в подмосковном городе Озера. Это в 100 с небольшим километрах от Москвы, в сторону Рязани, чуть-чуть в сторону от Рязани, чуть южнее еще. Так вот, на этом... эксплуатационном участке, можно назвать тестовом участке, проводился целый ряд испытаний, отработаны методики были струнного транспорта. Вы видите на фотографии ЗИЛ-131, который сбирался по эстакаде, протяженность там более 150 метров. Было проведено большое количество испытаний. Важно, чтобы было получено большое количество экспертных оценок, экспертиз, целого ряда структур, государственных Российской Федерации в первую очередь, но не только. Данный полигон посещали международные делегации большого количества стран. О технологии в это время говорилось большое количество раз на целом ряде телевизионных каналов, как федеральных каналов, таких как ТВ-6, РТР, НТВ, канал Мир и еще целый ряд каналов. Так и региональных каналов. Были целый ряд тематических передач, посвященных непосредственно технологии. Именно в это время Анатолий Дарович Юницкий принимал участие в большом количестве выставок, форумах, касаемых техники, науки, касаемых тематики транспорта. Именно во время существования полигонов в подмосковном городе Озера, как я говорил, был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний, получено большое количество экспертных оценок, организация Объединенных Наций второй раз выделяла денежные средства на развитие технологии Юницкого. И именно в это время был заключен целый ряд государственных контрактов на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Кстати, с этими контрактами вы тоже можете ознакомиться на сайте Анатолия Даровича Юницкого. Важно, что в конце данного этапа президент страны Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на то время получил информацию о том, что у нас есть такая технология. Ему было предложено развивать ее на территории Российской Федерации. Это было в Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил внести технологию, разработанную Юницким, в список критических, которые нужно развивать с целью, скажем так, развивать нашу транспортную отрасль и потом обогнать весь земной шар, как было сказано губернатором. То есть по-разному отнеслись министры профильных министерств. На данном госсовете, который транслировался в прямом эффекте... Это самое, что не на есть инновация. К сожалению, говорит, кризис. Вот в 2008 году, помните, грохнул по всему миру. Денег вот у нас немного. Найдете деньги, развивайте. Запомните эту фразу, да, то есть найдете деньги, и мы с вами к этому еще подойдем на нашем вебинаре. К сожалению, после госсовета, на котором было принято решение, да, после там совещаний различных рабочих групп, выделить около миллиарда рублей и развивать данный вид транспорта на территории Ульяновской области, но не случилось, да. В течение буквально одного-двух дней в подмосковном городе Озера полигона не стало. То есть разобрали его очень быстро, гораздо быстрее, чем он строился. Но важно то, что Анатолий Дарвич Юницкий продолжал вести работы, касаемо совершенствования своей технологии. У него уже был целый ряд союзников, да, коллег, которые развивали данный проект. Важно то, что Анатолий Дарвич Юницкий продолжал вести переговоры с целым рядом государственных структур, с чиновниками разного уровня и с людьми мира бизнеса. К сожалению, эти разговоры, скажем, ни к чему не привели в итоге, но привели к тому, что на четвертом этапе, уже на котором мы находимся сегодня, кстати, да, вы видите, с 2010 года по сегодняшний день, у нас фактически развивается четвертый этап технологии струнного транспорта. Так вот, в 2013 году было принято решение Анатолию Дарвичу Юницким оценить всю интеллектуальную собственность, которая у него была. Этим занимались независимые европейские компании, агентства, у которых есть лицензия на данный вид деятельности. И они сделали заключение. Если все, что говорит Юницкий, все разработки его, которые он на тот момент имел, правда, то данная технология стоит 400 миллиардов долларов США. И вот было принято решение на основании оценки интеллектуальной собственности зарегистрировать компанию на территории Великобритании и начать движение по привлечению инвестиций по системе краудинвестинга либо народного инвестирования. И, как показала практика, данное направление, данная платформа была выбрана правильно. Потому что Анатолий Дарвич обратился к кому в первую очередь? К тем людям, которым нужен такой транспорт. К нам с вами. Мы бы хотели иметь комфортный, недорогой, высокоскоростной, экологически чистый и безопасный транспорт. Чиновники, у которых, скажем так, есть посты в различного государственного, скажем, системы, структурах, либо люди мира бизнеса, у которых много денег, по сути дела, транспортных проблем не испытывают. Кто-то из них ездит с большими синими ведерками на крышах, кто-то там летает на самолетах частных и так далее, и так далее. Большинству людей это недоступно. Поэтому Анатолий Дарвич обратился к таким, как он сам, к нам с вами, и началось движение, скажем так, по схеме краудинвестинга на сегодняшний день. Все, что построено, вы увидите в ближайшее время, что было проделано на сегодняшний день. Все создано на деньги частных инвесторов. Людей разного возраста, как я говорю, проживающих в разных странах мира, у которых разный уровень образования, разные социальные слои, но тем не менее, все они сегодня являются совладельцами технологий. Потому что Анатолий Дарвич Юницкий предложил то, что я говорил в начале вебинара, как Стив Джобс, представьте себе, станьте вместе со мной, со владельцами тех программ и устройств, которые Джобс в свое время начал разрабатывать. Сегодня люди, которые это сделали, стали миллионерами. Сегодня Юницкий это предлагает сделать каждому. Потому что транспортная отрасль, как я говорю, она затронет гораздо большее количество людей, чем те, кто купил айфон, айпады, и компьютеры типа Макинтоша, и других систем, и программой компании Apple. Так вот, это движение началось в 2014 году, в январе месяце, то есть были получены первые инвестиции, и по сути дела на сегодня мы проделали большой объем работы, сейчас на вебинаре вы видите, что было сделано. На данном слайде вы видите маленький перечень, да, из большого списка тех структур, которые давали свои экспертные заключения, в то время, когда у Анатолия Дарвич Юницкого существовал свой полигон в подмосковном городе Озерно. Это институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение, Российская академия транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет путей сообщения, про организацию университетных наций мы уже говорили с вами несколько раз, да, за все время было получено более 40 патентов на технологию, на те нау-хау, которые Юминский в ней использует, на различных международных форумах, выставках, касаемых направлений транспорта, науки, техники, было получено более 40 дипломов и наград, золотых медалей, премий. Вот. Далее, что хотелось бы еще отметить, ну, в одной из выставок мне удалось, наверное, да, или посчастливилось принять участие, я уже был сотрудником компании, на бывшей территории завода «Москвич», или «Азовка» он назывался, да, автомобильный завод Ленинского комсомола, сейчас есть, проходила выставка открытой инновации, наша компания имела свой, скажем так, участок на этой выставке, подходило большое количество людей, интересовались, что это такое, что это за чудо, после выставки немалое количество москвичей, тех, кто посетил нашу экспозицию, стали совладельцами долей компании, группы компании Skyway, и сегодня, скажем так, душой, не только душой, болеют за то, чтобы данная технология была реализована в ближайшее время. На данном слайде перечислены основные преимущества, и гораздо больше, и, наверное, на каждом заострять внимание, на презентации смысла нет. У нас есть более подробные вебинары, которые проводит Александр Манко, это происходит по понедельникам и по воскресеньям, где он подробно рассказывает про технологию, по средам Сергей Сибиряков, Алексей Суходоев тоже подробно рассказывают преимущества данной технологии, чем она отличается от того, что мы имеем на сегодняшний день. А основные преимущества вы могли прочитать за то время то, что я говорил о данном слайде. Начиная от низкой себестоимости строительства и транспортной услуги, при строительстве дороги, например, в сравнении с высокоскоростной железнодорожной магистралью, только по железу на одном километре дороги экономится по стали от 500 до 750 тонн стали. Это один километр, а планируется построить миллионы километров таких дорог. Железобетон до 20 тысяч кубометров на одном километре. Экономия, если строить дороги по технологии, разработанной в низке. Минимальный землеотвод. Для того, чтобы построить автомобильную дорогу в сравнении с дорогой, которая будет строиться по технологии, разработанной в низке, землеотвода нужно в 100 раз больше. То есть, 1 к 100. Явное преимущество. Правда ведь? Беспрецедентный уровень безопасности. На этом можно заострить внимание. Вы обратили внимание на ролики, то, что транспорт ходит над землей, то, что потоки людские не пересекаются с транспортом. Люди совершенно спокойно смогут ходить по земле, не опасаясь того, что на них кто-то наедет, переедет, скажем так, прокатит на капоте и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, мы сохраним миллионы жизней, потому что в год погибает порядка миллиона человек в различных автомобильных авариях, катастрофах. И в десятки раз больше людей становится инвалидами. Так вот этого всего может не произойти, если мы будем строить дороги, разработанные по технологии низкого. Данную технологию можно отнести как к всерельефным, всепогодным. То есть, такие явления природы, как туман, сильный снегопад, сильный дождь, оледенение и так далее. Потому что гололедицы, например, если на дорогах ездят, то фактически все встает. А если еще серьезно скользят машины, то есть, они тупо не едут. Гололед иногда останавливает поезда, то есть, поезда по рельсам не могут двигаться. Здесь же всего этого не происходит, потому что при испытаниях на подмосковном полигоне в городе Озера намораживалась более пяти сантиметров льда на эстакаду. Изюм-131 в остальных колесах легко раздавливал этот лед и взбирался вверх, причем абсолютно, скажем так, не замедляя ни скорости, ничего. Ну и что еще хотелось бы отметить? Каждое транспортное средство, которое будет передвигаться по путевой структуре Skyway, оно будет снабжено специальным противосходным устройством, что еще увеличивает уровень безопасности транспортного средства. Запас прочности самой путевой структуры струнного рельса минимум десятикратный по отношению к тем нагрузкам, которые приходится этой путевой структуре нести при передвижении, при ускорении транспортного средства, при торможении транспортного средства. То есть, огромное количество преимуществ, как я говорил, об этом можно посвятить отдельный вебинар, он будет длиться не один час. А если дать, скажем так, об этом рассказывать Анатолию Дарычу Ницкому, он может говорить, наверное, об этом не один день. Итак, коллеги, мы говорили о том, что было до 2015 года, например, потому что 2015 год стал ключевым в развитии нашей технологии, в развитии, скажем так, нашей компании, которая сейчас называется ERSS Holding, то есть EuroAzion Rail Skyway Holding. В этот холдинг входит компания Skyway Capital. В 2014 году, на чем, скажем, тоже важно заострить внимание, было открыто наше научно-производственное предприятие на территории Республики Беларусь. Появились первые, скажем так, инженерный персонал, конструкторы, сегодня их уже, скажем так, свыше сотни, они трудятся активно для реализации данной технологии. То, что сегодня мы сейчас с вами увидим, но прежде чем перейти, скажем так, к основным вехам 2015 года, то, что есть на сегодняшний день, я бы хотел вам включить все-таки ролик, который вам покажет, а что же было, да, на подмосковном полигоне в городе Озера, вот, чтобы вы увидели, какое транспортное средство было тогда, это была технология второго поколения струнных дорог, а потом мы с вами чуть позже посмотрим ролик, что из себя представляет Экотехнопарк, и вы сравните. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует... Итак, друзья, вы видели ролик, который подтвердил, да, мои слова, то, что было проведено большое количество испытаний, то, что в подмосковном городе Озера был полигон, то, что большое количество экспертов различных государственных структур и международных делегаций посещали территорию демонстрационно-сертификационного участка, так это можно было назвать на то время, да, и то, что о технологии Юницкого рассказывалось на целом ряде телевизионных каналов, как федеральных, так и региональных. 15-й год стал ключевым в каком смысле? Потому что именно в начале года эту процедуру ждало огромное количество инвесторов, ну, представьте себе, люди в 2014 году в начале купили себе какие-либо пакеты акций на выгодных условиях, тогда был самый высокий уровень рисковости нашего проекта, то есть, самая, что ни на есть, венчурная инвестиция, да, и уровень доходности на пакетах в тот момент составлял от 250 до 1500 раз. То есть, сложенные средства к 2017 году увеличиваются в такое количество раз, потому что именно в 2017 году мы планируем выйти на мировой рынок транспорта и выйти с теми пакетами долей компании на мировой рынок инвестиций, то есть, с теми акциями, которые есть сегодня у наших инвесторов. Так вот, с 2014 по 2017 год у группы компаний Skyway существует 15-й этапный план выведения технологий на мировой рынок. Сегодня мы находимся на шестом этапе. Уже на протяжении, скажем так, двух лет дисконт либо уровень доходности менялся порядка 10 раз. То есть, наши пакеты акций либо пакеты долей компании дорожали при всем при том, что мы еще не выходили на котировку никаких там бирж мировых и так далее, и так далее. Скоро, наверное, я не могу сказать когда, но недалек тот час, тот день, когда мы перейдем на седьмой этап развития. Возможно, это произойдет после конференции в Минске, о которой мы с вами еще поговорим. Но сам факт, люди иногда задают вопрос, а когда мне выгоднее вложить денежные средства, пусть не. Сегодня самые выгодные условия. Тем более, скажем так, еще и курс доллара сегодня падает по отношению к рублю. То есть, рубль укрепляется. Соответственно, вы меньше потратите денег либо в рублях, либо в тех валютах, которые у вас есть. Итак, 15-й год, чем он был важен? То есть, специалисты, работники, сотрудники группы компании Skyway, компании Струнной технологии, это в городе Минске, определились окончательно с участком земли, за который было принято решение начать бороться в январе месяце 2014 года. В феврале был разработан первый эскизный план того, что будет находиться на этом участке земли, площадью порядка 36 гектар, в конкретной привязке к местности. То есть, планировалось поначалу там строить городскую и грузовую трассу с целью демонстрации возможности транспорта, сертификации данного транспорта и выхода на мировой рынок. Кстати, инвестиции идут именно в это. Строительство участка, демонстрация транспорта, его сертификация и выход на мировой рынок. Далее, в феврале месяце, в конце 24 февраля прошлого года начала свою деятельность компания Skyway Capital, презентация, которая сейчас идет. В апреле месяце и в мае Анатолий Дарвич Юницкий провел двухрамотные переговоры на территории Арабских Эмиратов, где намечен целый ряд, скажем так, действий, высока вероятность, которые будут выполнены. Это и строительство дорог на территории Эмиратов, это и строительство демонстрационно-сертификационного участка там же в 2019 году. Там есть партнеры, которые пока на нас смотрят со стороны, потому что им хотелось бы все-таки увидеть, что мы покажем на территории Беларуси. Далее, в июне месяце, окончательно, скажем, за компанией Струнной Технологии на аукционе, который состоялся 22 июня, было определено, что данный участок местности принадлежит компании Струнной Технологии в аренду на несколько десятилетий вперед. 29 числа была занесена запись в Единый государственный реестр недвижимого имущества и прав на него свидетельство в виде номер 602 дробь 1067-83-35. На этот участок, который примерно 35-9 с лишним, то есть почти 36 гектар. В июле месяце группа компаний Skyway закончила реструктуризацию. Мы перерегистрировались на территорию Британских Вирджинских островов, перешли на работу в долларовом эквиваленте. То есть сейчас у нас инвесторы приобретают пакеты акций в соотношении доллара к рублю, то есть долларовый эквивалент. Потому что валютой Британских Вирджинских островов является доллар США. В июле месяце также были проведены первые, скажем так, работы и изыскания на территории Экотехнопарка. Специалисты группы компании Skyway выезжали на субботник, на котором довелось побывать и мне, хоть я и работаю в Москве. В августе месяце началось строительство Экотехнопарка. В июне специалисты из Австралии узнали о возможности струнного транспорта, рассмотрели документацию, ознакомились с технологией. И в сентябре состоялось тоже очень важное событие в жизни нашей компании. Приехала австралийская делегация, которая посетила Экотехнопарк. Несколько дней, скажем так, они активно общались с Анатолием Мударычем и Ницким. И Рот Ху, который возглавлял данную делегацию, а это человек, известный в Австралии, человек, который уже реализовал на территории австралийского континента проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, связанные как раз таки с транспортной инфраструктурой и с недвижимостью. И после этих переговоров австралийцы уехали к себе домой с твердым намерением строить дороги. Буквально в феврале месяца в начале была информация, что там они ведут активную работу по подготовке, по созданию документации, то есть, скажем так, проводят переговоры с чиновниками, в первую очередь, наверное, которые живут в Австралии, о строительстве дорог на территории австралийского континента. То есть, подводят, как говорится, базу, высчитывают, во что это может вылиться в сравнении со всем тем, чем мы владеем на сегодняшний день, с теми технологиями, которые сегодня используются. В сентябре месяце специалисты нашей компании получили международный инфекционный код ценной бумаги, так называемый АСИН, вы видите его номер. Это процедура, которую проходят все публичные компании, акции которых сегодня котируются на целом ряду международных бирж. Далее, очень важное событие, которое произошло с нашей компанией, это выделение денежных средств. Была сумма выделена порядка 5 миллионов евро на целый ряд проектов на территории Республики Беларусь в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Группа компаний Skyway вместе с Пуховичским райисполкомом, а именно в Пуховичском районе Минской области находится у нас сегодня Экотехнопарк. Это так называется, это уже не демонстрационный сертификационный участок, не полигон, а именно Экотехнопарк. Почему? Потому что вы послушаете Анатолий Дородовича в коротком видеоролике, и он вам расскажет, что из себя представляет данное сооружение, на которое сегодня как раз-таки идут все инвестиции. То есть была выделена сумма, там порядка 20 проектов принимали участие, точнее проектов было больше, а на 20 проектов была разбита сумма 5 миллионов евро. Кому-то больше выделено, кому-то меньше, но это тоже инвестиции, которые пришли в реализацию технологии Анатолия Дородовича Юницкого. Также в октябре месяце, 17 числа, состоялась торжественная процедура закладки нулевого километра дороги Skyway в Минской области. Вы видите нижний слайд, где изображен человек, который прикасается к нулевому километру. Далее, в ноябре месяце 2015 года группа компаний Skyway пришла к тому, чтобы начать использовать, реализовывать новый инвестиционный продукт, который называется сегодня приобретение пакетов акций в рассрочку. Любой человек, который, скажем так, с разным уровнем дохода, сегодня может приобретать за незначительную сумму ежемесячно на протяжении двух, четырех, шести, десяти месяцев пакета акций, и на выходе иметь серьезный пакет, потому что, как я говорил, в 2017 году, когда мы выйдем на мировой транспортный рынок, предполагаемая стоимость отдельной доли компании или акции будет составлять один доллар США. То есть, если вы будете владельцем, например, 100 тысяч таких долей, то у вас на руках будет сумма 100 тысяч долларов. По мере строительства дорог, если вы эти пакеты не продадите, по мере использования технологий в разных уголках земного шара, стоимость этих акций будет только расти. Это как у Apple, у которого капитализация была на одном уровне, а сегодня она выросла, там, я не знаю, на миллионы процентов по сравнению с тем, что было когда-то. Важным событием, которое произошло с нашей компанией уже в 2016 году, стало заключение экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации о том, что технология, разработанная Ницким, является инновационной. То есть, в принципе, одна из самых, скажем так, развитых экономик, хоть как бы не причисляли ее к мусорным, по темпам экономического развития, по уровню развития экономики, Россия входит в первую десятку стран мира. И серьезная структура, серьезное министерство, которое какому-либо хайпу, либо непонятно какому-то проекту, его технологии, не дало бы оценку, как инновационной технологии. Мы это заключение получили. Это важная веха в развитии группы компаний SkyWay. Комитету, который занимается импортозамещением, то есть, импортозамещающими технологиями, было дано распоряжение вместе со специалистами нашей компании разработать целый ряд проектов в привязке, скажем так, к конкретному участку местности. То есть, сколько это может стоить в сравнении со всем тем, чем сегодня пользуется это министерство транспорта, то есть, железные дороги, автомобильный транспорт, авиа, транспорт и речной морской. Это важное событие, которое с нами произошло буквально месяц назад. Мы все давно его ждали. И вот тут я напомню историю, которую я говорил. Помните, когда я рассказывал про полигон в подмосковном городе Озера, я сказал, что Медведев высказал мнение, что это самое, что ни на есть инновационную технологию, но ищите деньги, если найдете, пожалуйста, развивайте. Так вот, в начале этого года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, сегодня он премьер Российской Федерации, вы знаете, да, где сказал, что огромное вам спасибо, Дмитрий Анатольевич, за то, что делили внимание на госсовете вот тогда нашей технологии и сообщаю вам, что ваш вопрос, который касается инвестиций, нами решен. То есть инвестиции мы нашли, мы строим экотехнопарк и приглашаем в конце 2016 года вас посетить данное, скажем так, сооружение и убедиться в том, что данный транспорт имеет не то, что место жить, а готов к использованию. После этого состоялось заседание Министерства транспорта, еще один из замминистров транспорта Российской Федерации, тоже достаточно давно знает Анатолий Анатольевич Юницкого и содействовал всячески тому, чтобы Анатолий Анатольевич вместе со специалистами нашей компании приехал дважды, по-моему, они представляли нашу технологию экспертному совету, после чего получилось вот такое заключение. Это очень важно. В 2016 году планируется построить городскую дорогу, протяженностью полтора километра на территории экотехнопарка. Также планируется попутно, сейчас ведутся работы уже по созданию подвижного состава. В ближайшее время приступит группа компаний Skyway к строительству грузовой дороги в Минской области и в планах к концу 2016 года уже продемонстрировать работоспособную грузовую дорогу Skyway с погрузочно-разгрузочными терминалами, точно так же, скажем так, строительство ланкерных опор, промежуточных опор и так далее. Продемонстрировать все это представителям правительства, в первую очередь Белоруссии, потому что мы находимся на территории Белоруссии, но есть вероятность, что будут губернаторы целого ряда областей Российской Федерации и регионов, которые вживую могут увидеть с тем, что создано в Минской области недалеко от города Марино-Горка. Важным событием, которое состоится уже в ближайшее время, станет международная конференция. Она будет проходить в апреле, 23-24 числа. Мы приглашаем на эту конференцию всех желающих. Особенно, скажем, рекомендую приехать тем людям, которые приняли участие при приобретении пакетов по акции «Посади дерево», потому что именно 23-го числа на территории Экотехнопарка будет осуществлена процедура высадки этих деревьев. Что важно, то, что 23-го числа основные события будут происходить в Минской области на территории Экотехнопарка, 24-го числа будет конференция уже в городе Минске. Подробно, где будет место, то есть какой зал это будет, мы сообщим. Стоимость данной конференции 15 долларов. Ссылка, вы видите здесь, она правда не активна на конференции, но вы легко ее сможете найти в разделе новостей каждого партнера в личном кабинете, пройти по этой ссылке и оставить информацию о себе, если вы готовы принять участие в данной конференции. Очень важная новость на сегодняшний день, то, что любой человек может в своем личном кабинете партнера компании Skyway Capital оплатить участие в данной конференции не только себе, с основного либо бонусного счета, но и тем людям, которые готовы с вами поехать, пусть даже они еще не партнеры и не инвесторы. И в принципе любая конференция крупная, любой компании, в которой есть партнерская программа, она нацелена на то, чтобы на этой конференции были не только те, кто уже состоялись как инвесторы и партнеры, но также было как можно больше новых людей, которые увидят, получат информацию, увидят людей, которые принимают участие в данном проекте с большого количества стран. Скажем так, вдохнут эту атмосферу и примут для себя решение стать инвесторами, потому что огромное количество людей принимают решения именно на таких мероприятиях. Также важным событием, которое будет в ближайшее время, точнее в этом 2016 году, станет выставка, точнее мероприятие, которое будет проходить на территории Германии, называется «Инотранс-2016», и вы видите эту информацию на слайде, то есть компания Skyway получила приглашение принять участие в этой берлинской ярмарке. То есть это одно из самых значимых событий в мире транспорта. На выставке будут представлены решения касаемые темы транспорта, это железнодорожные технологии, инфраструктура, привязанная к железным дорогам, общественный транспорт, транспортные инновации. Вот именно в этом, пятая номинация, будет представлена и технология, которую разрабатывает группа компаний Skyway. То, каким будет мир в 21 веке, транспорт, каким будет в 21 веке, по сути дела, будет решаться в Берлин. Опять же, вы можете в новостях найти ссылку, прочитать касаемо этого мероприятия и познакомиться непосредственно с информацией на сайте InnoTrans 2016. Это то, что будет в ближайшее время. Как я вам обещал, я хотел вам включить, чтобы вы почувствовали разницу, увидели отличие того, что было построено в подмосковном городе Озера, это было до 2009 года, и то, что строится сейчас на территории экотехнопарка в Ницкой области. Посмотрите короткий трехминутный ролик, и потом мы с вами будем двигаться уже по предложению компании Skyway Capital. Я отвечу на ваши вопросы, с вами был Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. с целью показать, что из себя представляет транспорт, сертифицировать его и выйти на мировой рынок транспорта. Перспективы, как говорит Анатолий Дарыч Юницкий, 30-50% всего транспортного рынка в недалеком будущем – это технология Skyway. Вот вам емкость. Кстати, если уж мы говорили с вами про Apple, то на сегодняшний день рынок планшетов и смартфонов только на 18% принадлежит компании Apple. Оставшиеся 82% распределяются между остальными участниками рынка. Мы говорим о 50% и всей мировой транспортной отрасли. Представляете себе, какие-то деньги, какой-то масштаб, и что мы с вами сегодня делаем. Итак, друзья, переходим непосредственно к предложению, которое делает сегодня каждому инвестору компания Skyway Capital. Я хотел показать еще один ролик, последняя новость из Экотехнопарка, но думаю, что вы все взрослые люди, что вы можете зайти в свой личный кабинет, найти одну из новостей, последнюю новость из Экотехнопарка и посмотреть этот ролик, который занимает 5 минут вашего времени. И посмотреть, что там проделано, что сделано на сегодняшний день. А вообще, я вас всех приглашаю на мероприятие в Минске. Приезжайте, вы увидите это своими глазами, как я уже говорил, вы почувствуете эту атмосферу. Вы сможете вживую пообщаться с Анатолием Даровичем Юницким, с сотрудниками нашей компании. Те, кто активно общается с менеджерами отдела информационной поддержки, высока вероятность, что вы можете там встретить своего менеджера, которому звоните, жалуетесь, или, скажем так, он вам помогает решать какие-то вопросы. Важный момент, на котором я хочу заострить внимание, возможность приобрести билеты на эту конференцию доступна будет только до 4 апреля. После этого, как мы говорится, подводим итоги. После этого на собранные деньги снимается, арендуется зал. Будут арендованы автобусы, которые будут вывозить наших партнеров, акционеров и гостей данной конференции. От Минского железнодорожного вокзала в субботу на территорию Котехнопарка. Эти же автобусы потом этих людей вернут на место. Если вы планируете приехать просто сами, и вокруг вас есть сомневающиеся, но люди, которые готовы легко подорваться и приехать вместе с вами, мое предложение вам приехать вместе с ними, потому что сегодня уже реализована в личном кабинете возможность, что вы можете заказать билет не только себе самому, со своего основного либо бонусного счета, но и еще кому-то. То есть заказать в своем личном кабинете не один билет, а несколько. Итак, друзья, компания Skyway Capital. То есть, как я говорю, мы достаточно молоды, нам всего год, но ребенок такой достаточно большой, активный, подвижный. И у нашей компании, как у большинства компаний мира, работающих на мировом рынке, есть своя миссия. То есть обеспечение и финансирование новой мировой транспортной системы, разработанной Анатолием Дарчем Юницким, объединить ожидания людей всего мира в доступном, безопасном, высокоскоростном, экологически чистом виде транспорта. И при этом еще создать благоприятные условия для реализации потенциала каждого из вас, каждого отдельно взятого инвестора, в особенности тех людей, которые хотели бы жить в состоянии финансовой независимости. То есть это когда вы никогда не заморачиваетесь о количестве денег, находящихся на вашей карте либо в вашем кармане, и позволяете себе иметь то, что вам действительно по-настоящему хочется. Это не в том плане, что вы ходите как киса воробьянина, помните, разбрасывал сушки по рынку, и говорил, проедемте в номера, да? Только вместо сушек у вас будут деньги. А то, что вы реально можете себе позволить то, о чем давно мечтали, создать условия своей семье, своим родным, близким, чтобы они, скажем так, могли себя чувствовать комфортно, развиваться в этой жизни, стремиться к чему-то хорошему. Вот данная ситуация для вас может случиться благодаря нашему проекту. Основная цель сегодня компании Skyway Capital это привлечение необходимого объема инвестиций для технологий, которая в 2014-2015 году на целом ряде конференций, проходивших рядом городов, называлась «Русский прорыв». Мы работаем, как я уже говорил, по системе краудинвестинга с целью финансирования строительства экотехнопарка. И, по сути дела, вся наша деятельность направлена на реализацию и вывод свет нового инновационного транспорта и высокоскоростного, безопасного, доступного по деньгам, и комфортного, и еще огромное количество преимуществ данной транспортной системы. Задача, которую мы перед собой ставим, это привлечение максимального количества инвесторов на сегодняшний день на основе предоставления очень выгодных условий, то есть высокий уровень доходности, и на основе микрофинансирования. Как я уже говорил, любой человек, который относится, например, к такому социальному слою развития, точнее, к социальному слою общества, как студент, это человек, который живет либо на деньги родителей, либо у него очень незначительные стипендии, но даже на эту стипендию сегодня любой студент может себе позволить приобрести один пакет акций компании Skyway Capital и пополнять периодически свой инвестиционный портфель в нашем проекте. А если он еще будет делиться информацией о том, что мы развиваем, я покажу буквально через 2 минуты, что он может иметь уже здесь и сейчас. То есть микрофинансирование, пенсионеры, которых тоже нельзя назвать, скажем так, социально защищенной группой населения, а, наверное, можно назвать самой социально незащищенной. Опять же, ни в коем случае не хочу сказать в обиду никому, вот я буквально на днях был в Белоруссии и слушал выступления президента. Я к Лукашенко отношусь нормально, спокойно, у каждого человека есть свои плюсы и минусы. Но вот он по телевизору, как бы на всю страну объяснял, почему он хочет увеличить пенсионный возраст, то есть на 3 года поднять его. И почему это выгодно, и почему государство к этому приходит. И причину, которую, конечно, он называл, ну я немножко посмеялся, он сказал, вы знаете, вот цены на все растут, вот, а денег в наше государство, как бы, больше не приходит. Поэтому с целью, скажем так, чтобы наши пенсионеры не беднели, мы решили поднять пенсионный возраст. Пусть они еще поработают и повкалывают. Вот. И они еще тем самым не будут напрягать своих детей, потому что они не будут на плечах детей работающих сидеть и так далее, с маленьким уровнем пенсии. Вот что говорят президенты. Ну, как бы внятно, довольны, я не знаю, те люди, перед которыми он выступал, похлопали, они были в белых халатах, он был на каком-то предприятии. По всем телевизионным каналам Белоруссии к этой новости отнеслись как к чему-то такому волшебно хорошему, да. Но я не считаю, что это очень здорово. Так вот, чтобы не быть в категории тех людей, которым будут, скажем так, продлевать количество рабочих дней, да, трудодней, чтобы они, скажем так, кто-то, может быть, не дожил до этой пенсии, потому что вы знаете, да, когда-то была шутка, что цель Пенсионного фонда Российской Федерации такова, чтобы как можно меньше пенсионеров до этой пенсии дожили, потому что деньги останутся в Пенсионном фонде. У нас, кстати, средняя продолжительность жизни мужиков была 56 лет. Круто, да? Вот, то есть кто-то до пенсии, и большое количество людей просто не доберется. Давайте пенсию в сторону оставим, то есть пенсию можно заработать в межсисковой капитал уже в ближайший год-два, ну, если вы приложите какие-то усилия. Какие задачи мы еще ставим перед собой? Это создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, для вас удобные условия, то есть вы можете не одеваясь, не чище зубы, не расчесываясь с утра, по чьей-то реферальной ссылке зайти на наш сайт, зайти в личный кабинет, зарегистрироваться, выбрать себе пакет акций, если у вас есть какие-то электронные платежные системы, и стать совладельцами технологий, которые разработаны у Анатолия Дородича Ницкий, а в будущем стать и крупным акционером. И, конечно же, мы обеспечиваем максимальную прозрачность всему тому, что делаем сами, и прозрачных тех действий, которые можете делать вы. Плюс ко всему, доступ к информации максимальный, у нас есть рассылки, у нас есть отдел технической поддержки, который находится непосредственно, панелька, на которую вы можете нажать и общаться с специалистами техподдержки, если у вас есть вопросы, и внутри личного кабинета, и на сайте компании. В целом, опять же, проект реализации технологии ЮНИЦКО можно разбить условно на четыре части. И первая важная часть, своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа, я говорил, у нас сегодня 15-этапный бизнес-план, сегодня мы находимся на шестом этапе, это строительство экотехнопарка, именно на это сегодня направлено основные усилия группы компании Skyway, реализация адресных проектов в будущем, тогда, когда мы уже соберем все необходимые денежные средства на строительство экотехнопарка, то есть нам не нужно будет еще каких-то денег, для того, чтобы это продемонстрировать, дальше можно будет инвестировать только отдельно взятые адресные проекты. Еще сегодня любой человек может стать совладельцем технологий. После того, как мы уже построим экотехнопарк, можно получать доход от акций, которые будут продаваться и потом, но только уже от отдельно взятых адресных проектов, в которых компания будет принимать участие сама, то есть она будет выступать подрядчиком строительства дорог, где-то, да, и будет предлагать людям становиться с акционерами данного проекта. Поэтому я не хочу сказать, что вы сейчас бросили все, что у вас есть в руках, если вы вдруг, скажем, получили информацию, и продавать что-то, да, занимать, брать какие-то кредиты и так далее, но тем не менее, любой из вас, делая простые шаги, не инвестируя какие-то сумасшедшие суммы, может стать совладельцами большого пакета акций и в дальнейшем, ну, как говорит Ренди Грич, начать свой род с себя, да, то есть создать свой род, свой родовой замок, если хотите, вот, и двигаться в том направлении, которое вам интересно в этой жизни. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, смотрите, есть Анатолий Дарович Юницкий, цель его жизни, да, по сути дела, не только технологии, но и его детище. Вот. А вы можете в рамках этого проекта реализовать свои какие-то цели, то, к чему стремитесь вы. Но помогая Юницкому создать экотехнопарк, продемонстрировать возможности транспорта и в дальнейшем от этого получать доход. Может, вы музыкой хотите заниматься, уже, скажем, на протяжении 60 лет, у вас мечта стать скрипачем, да, но та жизнь, в которой вы живете, вам это сделать не позволяет. И лучшее, на чем вы смогли поиграть смычком, это на нервы своей супруги, например, вот, и что, в принципе, не приводило к тем результатам, которые вы хотели и к чему вы стремились. Четвертый этап в реализации всего, что я сказал, это получение уже дохода. Краткий итог, то есть компания зарегистрирована в Великобритании, возможность инвестирования в наш проект сегодня имеют граждане фактически любой страны мира. Очень важный момент, что вы становитесь владельцем непосредственно технологии, вас через короткий промежуток времени, пусть только приобретаете пакет акций, вносят в реестр компании реестродержателя. Кстати, сейчас эта процедура уже проходит ежемесячно. Вы инвестируете денежные средства, по окончанию месяца, скажем так, данная информация забирается, служба реестра вносит вас в реестр, и через короткий промежуток времени вы можете заказать себе в кабинете компании Skyway Capital выписку из реестра, либо заказать бумажный сертификат. Стоимость его небольшая, 10 долларов, то есть этот сертификат будет доставлен вам на почтовый адрес, который вы укажете в принципе на тот адрес, по которому вы зарегистрированы в нашей компании. Как я уже сказал, у нас реализована круглосуточная служба технической поддержки. Сегодня, даже если вы приобретете минимальный пакет акций из обычного нашего прайс-листа, уровень капитализации ваших денежных средств превышает 5000%. В дальнейшем вы сможете получать дивиденды от каждого построенного километра дорог. И, как я уже говорил, сегодня можете создать свой собственный бизнес, который вам будет приносить доход уже на сегодняшний день. На данном слайде вы видите тот прайс-лист, который я говорил, обычный, обыкновенный, не акционный. И пакет акций в нем стоит от 15 долларов США, пакет одолеи компании, до 150 тысяч. Вот в этом столбике эквивалент долларовый. Справа видите, сколько это стоит в рублях. Сегодня соотношение курса рубля и доллара у нас 1,68. Уровень доходности минимального пакета составляет 53 раза, максимального пакета 500. То есть, ваши деньги приумножаются в такое количество раз к 2017 году, когда каждая акция будет стоить 1 доллар. Каждый последующий пакет вы видите, так как у него и больший уровень доходности, имеет и большее количество акций в самом пакете. То есть, вы можете приобрести один пакет сейчас, докупить его потом себе через полгода, если еще будут привлекаться инвестиции в реализацию строительства технопарка, потом через год и так далее, и так далее. Вы можете периодически докупать себе пакеты акций. Как рекомендуют люди, обучающие население земли финансовой грамотности, если вы работаете где бы то ни была, не важно где, если у вас есть бизнес, и вы зарабатываете какую-то сумму денег, откладываете 10% и инвестировать эту сумму туда в том направлении, которое может вам принести увеличенный доход. И причем неважно, сколько вы зарабатываете. Мы же говорим так, можете в 1% дохода инвестировать, пожалуйста, 3, 5, 7, но не больше 10. Потому что, в принципе, на 90% от суммы, которую вы зарабатываете, прожить так же легко либо так же сложно, как и на 100%. То есть, если у вас доход 5000 рублей, то если вы, например, отложите 500 рублей, на 4,5 тысячи прожить так же сложно, как и на 5. Я думаю, вы со мной согласитесь. То есть, вы будете покупать те же самые макароны стоимостью 9 рублей с маркой «Красная цена». Будете их варить, скажем, может даже без соли. Но, тем не менее, через год ваша жизнь может круто измениться. Если вы проинвестируете незначительную сумму, приобретая пакеты акций нашей компании, еще будете предпринимать действия по нашей партнерской программе, по которой мы сейчас будем с вами буквально кратко говорить. Подробно мы будем о партнерке говорить завтра в 18. Также вы видите сейчас пакеты акций, которые можно назвать акционными. То есть, у нас есть пакеты, выделенные в личном кабинете на синем фоне. Это пакет стоимостью 1000 долларов, пакет стоимостью 5000 долларов, 10 тысяч долларов и 50 тысяч долларов. У всех у них уровень доходности, видите, от 300 до 600. Вот. Дисконт. У нас есть пакет, который вы можете купить за 250 долларов с дисконтом 130 и сразу на выходе получить 32,5 тысячи акций компании Skyway Capital. У нас есть возможность, то, что я вам говорил, очень важно, приобретать акции в рассрочку. Вы можете выбрать себе комфортный режим движения по этой рассрочке. Это вот то, к чему я и говорил. Вы можете там 1% своего дохода выделить, например, или 10% будет составлять. И 25 долларов ежемесячно инвестировать на протяжении 10 месяцев. На выходе у вас будет пакет 32,5 тысячи акций нашей компании. Вы можете выбрать пакет сеньор, инвестировать на протяжении полугода по 50 долларов. Вы можете выбрать пакет стабильный. 10 месяцев по 100 долларов, если вы будете платить. Соответственно, у вас на выходе будет 220 тысячи акций нашей компании. Есть пакет бизнес. У нас есть пакеты в рассрочку, которые позволяют вам высаживать именное дерево на территории экотехнопарка. Это будет как бы весной и осенью будет проходить в этом году. От 80 долларов ежемесячно, до 500 долларов ежемесячно, причем 80 долларов на протяжении 6 месяцев, 150 долларов на протяжении 4 и 500 долларов два месяца подряд вы получите от 120 тысяч в итоге до 400 тысяч акций. Важно отметить следующее, то что у нас сегодня продолжает действовать промо-акция на март месяц. Если вы сами, например, приобретаете, у вас есть уже рассрочка, которую вы приобрели, либо вы только пришли в наш проект и покупаете себе рассрочку и оплачиваете в течение марта месяца двойную рассрочку, соответственно, вам будет начислено от 11,5 тысяч, если этот пакет старт акций дополнительно к 32,5 тысячам акций, до 197 тысяч акций, к тем 540, если вы будете двигаться по проекту бизнес. Вы либо сами оплачиваете двойную рассрочку в этом месяце, то есть два платежа делаете, а это возможно, и рассрочку можно погашать не за 10 месяцев, например, вы можете погасить ее за 2, за 3, за 5, то есть, тогда, когда у вас есть деньги, вы легко и комфортно их можете использовать на приобретении пакетов акций. Что еще хотелось бы отметить? Есть пакет юбилейный, который предполагает покупку пакета акций за 1000 долларов, и если вы первый месяц это делаете, вам дают сертификат на 300 тысяч акций. Но если вы в течение месяца после покупки первого пакета за 1000 долларов покупаете точно такой же еще раз, то следующий пакет вам уже дается не 300 тысяч акций, а 480 тысяч акций, то есть дисконт увеличивается. Если вы третий месяц подряд делаете такое же телодвижение или движение денежных средств своих, вам еще добавляют 570 тысяч акций. В итоге это 1 350 000 акций нашей компании за 3 месяца. Тоже очень выгодный пакет, если у вас есть такая возможность. Я не говорю, что вам всем сейчас, как я говорил, нужно снять с себя всю одежду, сдать, и голому прийти в банк, положить это на платежную какую-то систему и купить себе эти пакеты. Нет. Для того, чтобы это сделать, вы можете поступить немножко по-другому. Как? Буквально простые шаги, которые нужно предпринять. Благодаря партнерской программе нашей компании. Партнерская программа это возможность создать бизнес сегодня, клиентский бизнес, партнерский бизнес, не таская тяжелых мешков, цемент не подымая на верхние этажи, а просто рекомендую людям такую возможность, которую предлагает наша компания. Если вам это понравилось, если вы считаете, что это хорошо, почему бы не поделиться данной информацией с окружающими? Семья, родные и близкие, друзья, знакомые, партнеры по бизнесу, коллеги по работе и так далее. Вы в своей жизни всегда делитесь чем-то хорошим, даже не задумываясь. Вы попробовали вкусную плюшку и рассказали на работе всем, где вы ее купили, насколько она калорийна, как вы долго мак выковыривались между зубов, например, и кто-то пойдет и купит ее. Вы рекомендуете места отдыха, вы рекомендуете спортивные сооружения, соревнования, какие-то курорты и так далее. Вплоть до рекомендации полета в какой-то определенной авиакомпании, потому что вам понравились стюардессы, которые одеты в такой цвет, у них прическа правильно, они очень широко улыбаются, у них белые зубы. То есть вам это понравилось, вы об этом красиво рассказали. Кто-то этим может воспользоваться. То же самое касается и нашего проекта. Если вы увидели перспективу реализации технологии, если вы увидели то, что данная технология изменит мир круто, в лучшую сторону, если вы увидели возможность для себя заработать денег, в конце концов ничего там плохого нет, почему бы об этом не рассказать тем, кто вас окружает. Вы сделаете два хороших действия. Первое, вы людям предоставите возможность изменить их жизнь и второе, вы улучшите жизнь свою. Я считаю, что ничего, скажем так, лучше быть, наверное, не может. Потому что большинство людей, к сожалению, пока еще в нашем мире, представляют, что если ты занимаешься бизнесом и что-то продаешь или предлагаешь другим, значит, ты их обдираешь как липку, значит, ты, скажем так, акула империализма. Помните Остап Бендер, высылайте апельсины бочками, братья Карамазова, елки-палки. Здесь все немножко по-другому. Вы даете людям информацию о том, что понравилось вам, компания с вами делится частью тех инвестиций, которые делают люди. У нашей партнерской программы целый ряд преимуществ, основные выделены здесь, на данном слайде. Вы могли, наверное, уже их прочитать. То есть, и высокий процент выплат, сегодня, кстати, до 20%, до 24 уровня глубины. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете за собой пригласить. Бонусное вознаграждение сегодня у нас начисляется на акционный счет и на бонусный счет. С бонусного счета вы можете деньги выводить и использовать их в том направлении, в котором вы посчитаете нужным. С акциона вы можете приобрести любую из пакетов акций из обычного прайс-листа, что позволит вам просто увеличить свой портфель инвестиций в нашем проекте. Это подарок компании. Задача партнерской программы это привлечь порядка 300 миллионов долларов в США за ближайшие два года в наш проект. Это создание больших региональных структур. И у нас есть возможность еще одна, мы о ней скажем буквально два слова сегодня. Это стать региональным лидером. То есть, по сути дела, представителем нашей компании в своем регионе. Это дополнительные бонусы. В дальнейшем это создание адресных проектов, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов с целью реализации технологий, о которой мы с вами говорим уже на протяжении часа с небольшим. У каждого партнера нашей компании в личном кабинете есть целый ряд инструментов. Я кратко буквально сегодня скажу. В разделе инструмента партнера у вас есть маркетинг план или план вознаграждения, который вы можете скачать, вы видите стрелочки, и делиться информацией о том, как у нас здесь зарабатываются деньги. Разобравшись перед этим сами. Второй у нас инструмент есть там же, это реферальные ссылки. И этот, скажем так, инструмент не минует ни один человек, кто развивает партнерскую программу, потому что для того, чтобы у вас были партнеры, вы должны им посредством интернета, будь то через скайп, будь то по почте, будь то в соцсетях, эту реферальную ссылку передать. И по ней они регистрируются и становятся вашими партнерами. И вам потом идет начисление от всего того, что они делают. Ссылки реферальные у нас ведут как непосредственно регистрацию. Это для людей, которые разобрались технологией, вы ответили на их вопросы. Либо вам техподдержка помогла ответить, либо менеджер отдела информационной поддержки в Москве, который каждый день трудится с 10 до 19 часов по Москве и дает информацию людям о нашем проекте, помогает разобраться в том, как сделать инвестицию, как это сделать эффективнее, какой платежной системой проще воспользоваться и так далее. Либо вы можете дать ссылку на страницы нашего лендинга, где подробно изложена информация компании Skyway Capital. Либо сайта, если у вас есть люди, которые любят копаться, то есть кнопки нажимать, им нравится, когда открываются разные страницы, что-то пролетает на экране и так далее. Это ваше право. Есть баннеры для людей, которые продвинуты в инфобизнесе, в интернет-маркетинге, они могут использовать баннеры, размещать их на своих страницах на сайтах, на блогах, на сайтах-одностраничниках, то есть там, где можно расположить HTML-код. К HTML-коду также прикреплена реферальная ссылка. Раздел новостей, который находится в разделе событий, его можно тоже отнести к инструментам, потому что напротив каждой новости есть кнопочки соцсетей, нажимая ту из которых, где вы зарегистрированы, и вписывая в поле краткий комментарий, вы делаете действие, которое размещает информацию у вас на странице. Те люди, которые являются вашими друзьями, группы, в которых вы зарегистрированы в этой социальной сети, увидят информацию о том, что вы что-то разместили. Кто-то прочитает, кто-то ознакомится, кто-то перейдет на страницы нашего сайта, и кто-то из них нажмет на кнопку регистрации. К данной новости в личном кабинете прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам можно отнести вебинары, касаемые непосредственно презентации компании Skyway Capital. Вот такие, как сейчас проходят живые презентации. У нас уже большое количество городов разных стран мира, в которых проходят живые презентации нашего проекта, куда вы можете приглашать своих партнеров потенциальных, там будет доноситься профессиональная информация, и благодаря этому у вас будут появляться эти партнеры. Целая череда обучающих мероприятий. То есть это мероприятие, которое проводят Ирина Волкова и Инета Анжена. Это касается в принципе развития регионального развития, региональных лидеров, представителей нашей компании. Это Лариса Артамонова, это Суходоев, Алексей и Сергей Сибиряков, которые подробно рассказывают о технологии по средам. Это Григорий Мирошниченко, который учит АЗАМ основам бизнеса по партнерской программе, какие действия надо предпринимать, чего делать нежелательно, потому что все-таки это отдельный вид деятельности, этому тоже надо учиться. Это Владимир Маслов, который дает информацию по адресным проектам. Это Александр Манко, который подробно рассказывает о технологии, разработанной Юницким. И еще целый ряд наших партнеров, которые начинают вещание на целом ряде языков европейских, потому что на этой неделе уже у нас будут вебинары на чешском, на венгерском языке, на эстонском языке по средам. Три раза в неделю будет на чешском и на венгерском. В четверг Инета Анжена будет проводить вебинар, который будет, скажем так, для франкоговорящей аудитории. если у вас есть люди, говорящие, которые говорят «Жепарль», «Жепарль», «Женепарльпам», может быть, те, которые плохо говорят, приглашайте их на эти вебинары. Различные промо-акции, которые тоже относятся к инструментам развития бизнеса, которые проходят в нашей компании. Далее, в разделе «Расписание вебинаров» вы можете зайти и обнаружить в тот день, который вам, скажем так, комфортно послушать информацию, во сколько, когда, по какой теме будет проходить какой вебинар. То есть теперь как бы не получится у тех людей, которые находили отмазку, почему они не ходят на вебинары, потому что не приходит рассылка, хотя рассылка у нас делается еженедельно с расписанием вебинаров. Любой партнер теперь может в разделе «События» найти вебинары, когда они проходят, какое время, и отговорок мы не принимаем, потому что вы чего-то там не увидели, вы чего-то не знаете. Мы об этом говорим на всех наших онлайн-мероприятиях. Это, вы видите, два окошка обращения в нашу службу технической поддержки. Как правило, справа, когда вы заходите на страницу сайта либо в личный кабинет, такая сложная панелька. Если вы по ней кликаете, она вот так вот раскрывается, и вы можете записать свой вопрос, либо описать ситуацию, которая у вас возникла, и попросить помощи, чтобы вам помогли у нас есть возможность создания больших крупных региональных структур. Люди, которые двигаются в этом направлении, имеют возможность стать крупными акционерами нашей компании. У них есть возможность получать дополнительные лидерские бонусы, и не только деньгами. И от того товарооборота, который они создают в своем регионе, они могут зарабатывать еще дополнительно от 2 до 4,5% созданного товарооборота. Но, конечно, здесь нужно прилагать более активные усилия. Здесь есть, скажем так, обязательные условия, которые выдвигает руководство нашей компании. Как правило, про эти условия либо лично, либо на вебинарах вы сможете узнать по вторникам в 11 часов утра. Но, чтобы попасть на эти вебинары, необходимо зарегистрироваться в специальной форме, и тогда те люди, которые занимаются непосредственным развитием регионов, вам дадут ссылки для того, чтобы вы могли принимать участие в вебинарах, касаемых непосредственно развития региональных структур. По большому счету, эта информация, которую я хотел до вас сегодня донести, то есть каждый из вас сегодня имеет возможность стать участником крупного инновационного инвестиционного проекта, то есть приложить свои физические усилия, моральные, духовные. Как я уже говорил, в дальнейшем рассказываю, делиться своему окружению тем, что вы не сидели сложа руки, то, что вы не хохотали где-то стоя на обочине, то, что вы не ходили наглухо отбитые по жизни и потом, скажем так, очередной раз подняв голову вверх, сказали, а что произошло. То есть у вас есть возможность сегодня самим создать что-то полезное, помочь, скажем так, нашему местному соотечественнику, ученому реализовать эту технологию, а в дальнейшем еще, скажем, значительно улучшить жизнь самих себя, вашей семьи, людей, которые вас окружают. Я не знаю, может быть, вы хотите стать альтруистом, как когда-то это делал Эндрю Карнеги, первый стали плавильный магнат, который записал себе цель к 40 годам заработать миллион долларов, а в 19 веке это была сумасшедшая сумма, а потом этот миллион долларов раздавать тем, кому он действительно нужен. Так, коллеги, теперь я готов услышать ваши вопросы, если таковые есть. На данном слайде вы видите координаты нашей компании в городе Москва, вы можете обращаться к нам по электронной почте со своими вопросами и предложениями, звонить по телефону, обращаться непосредственно с сайта в службу технической поддержки, либо из личного кабинета у нас появилась кнопка «Позвонить с сайта». Проживая в любой стороне мира, вы сегодня имеете возможность нажать на эту кнопку и подтвердив, что вы позволяете подключить, скажем так, ваше устройство, по которому вы будете говорить, микрофон, вы можете дозвониться к нам в Москву, но только, скажем, в режиме с 10 утра до 19 по Москве, пообщаться с менеджером нашего отдела информационной поддержки, если вам нужна помощь. Какой дать цепляющий ролик человеку, чтобы дать понятие Skyway? Наталья, вы знаете, ну, смотрите, универсальных же роликов не бывает, да? Кого-то цепляет одно, кого-то другое, вот, но у нас есть ролики, например, вот вы видели ролик Transnet, есть ролик, который называется, там, его по-разному называют, «4 с лишним минуты», да, где показано о том, к чему вы пришли, начиная с пещер первобытных и до сегодняшнего дня, то, что люди когда-то жили там, до 40 лет не доживали, потому что разводили костры в пещерах, сегодня они живут в комфортабельных домах, да, и эти костры только горят в трубах, там, электростанции, заводов и так далее, и так далее. Можете тот ролик дать? Вот. Вы можете пригласить человека на вебинар, вы можете пригласить человека на встречу с человеком, проживающим в вашем городе, который является вашим высшестоящим партнером, это будет наиболее эффективно, потому что, как правило, вы знаете, в своем отечестве пророка нет, наши родные и близкие редко слушают то, что мы им доносим сами, потому что, как правило, авторитетом является кто-то другой. Нас знают как облупленного, может быть, когда-то перепившего в Новый год, валявшегося под елкой, может быть, мочившего трусы в детстве, а теперь вы пришли с информацией о том, что у вас есть классный инвестиционный проект, давайте меня будете слушать. Если у вас авторитета, определенного уровня авторитета в своем окружении нет, лучшее, что вы можете сделать для себя, в нашем проекте, это предоставлять возможность людям, которые вас окружают, встретиться с кем-то, кто уже является инвестором, кто уже может, скажем так, донести информацию качественно, это будет лучше. Если у вас Мирошниченко спонсор, я вообще не знаю, в чем сомнение. Я так понимаю, что Григорий Михайлович трудится 28 часов, 24 часа в сутки. Если вы готовы ему обеспечить поток встреч, я думаю, он будет трудиться еще больше, лишь бы у вас было все хорошо. Ну, видите, кого-то задело. То есть Ивана задело то, что я говорю, что у нас соотечественник. Видно, Иван, вы опоздали. Я говорил в самом начале вебинара, что это советский, белорусский, российский ученый, предприниматель и изобретатель. Но пусть он будет белорусским. Хорошо. Если ваша национальная гордость пострадала, я тогда приношу вам извинения. Смотрите, Сергей, то, что вы написали, вот информацию о том, что возможность оплатить и купить большее количество билетов, чем один, я получил сегодня утром. И специалисты нашего IT-отдела, программисты, дали отмашку, что сегодня они как бы так вот дотестируют, и эта возможность будет включена. Поэтому не переживайте. Главное, чтобы вы купили билеты до 4-го числа. Я думаю, что завтра это уже заработает как часы. Сегодня я говорил с Евгением Кудряшовым, он сказал, что над этим мы уже сейчас должны закончить работу, и такая возможность будет предоставлена. Поэтому не переживайте. Так, про ролик мы уже поговорили. Нужно просто давать информацию людям, да, Оля правильно написала, что, понимаете, какое бы решение вы не навязывали, даже если оно правильное, скажем так, и в моральном, и в других направлениях, но если вы его навязываете, то многие люди будут просто этому сопротивляться. Вы же знаете, да? Вот. Ну, так часто устроен человек, он имеет высшее образование, два, вот, а у вас, скажем так, полтора высших образования. Вы приходите, говорите, ты знаешь, есть такая технология, и так далее, и так далее, но он же же выше у вас, считаете, на полступеньки. Как это вы ему можете донести? Поэтому навязывать нет. Предложить разобраться, да. Не разобрался он сейчас, но пройдет две недели, три недели, потеряет он возможность принять участие в этой акции. Может, будет какая-то еще. Но через какое-то время, вы можете сказать, ты знаешь, вот ты как бы там ушами хлопаешь, ты умный, классный, вот, но у нас вот это, вот это произошло. Да, у нас конференция в Минске. Вот, я еду. Хочешь со мной поехать? Минск, красивый город, вот, там есть, не мига, да, там есть собор святого духа, вот, там много чего еще есть, вот, там есть библиотека, которая напоминает инопланетный корабль, вот, там есть дворец новый, который расстроил президент Лукашенко, где принимают иностранные делегации, очень красивые, проспект Победителей, Комсомольское озеро, много чего хорошего, да, Минск-арена, в конце концов, на которой мы сможем сходить, там на коньках покататься, если есть катание. Можно человека зацепить тем, что ему интересно, а попутно он еще может приехать с вами на конференцию. Заставлять бесполезно, вот, вы понимаете, да, если вы кого-то чего-то заставляете, первое, вот, посмотрите на детей, если вы своему ребенку не даете выбора и говорите, ты будешь пить молоко, да, есть вероятность, что ему там год-два, что это молоко будет на вас, вот, а если вы ему выбор предложите, например, там, ты будешь пить чай, молоко или сок, возможно, что-то выберет при въезде в минск проверяют на наличие долгов по кредиту знать наталья я как сколько раз ездил минск ни один ни разу не был пойман за хвост до кем бы то ни было и мне никто не заглядывая в глаза так вот и подсвечивая фонариком не спрашивала если у тебя долги по кредиту вот вы из какой страны заезжаете по поводу открытой рекламы через телевидение баннеры или радио вот этот вопрос нужно согласовывать руководством компании да вот если бы мы хотели я думаю что группа компании skyway сама бы это делала евгения и в принципе я думаю представляете что стоимость рекламы через радио телек да или баннер разместить где-нибудь на трубе котельной до который там возвышается 60 метров над землей это стоит больших денег поэтому лучше что вы можете сделать все таки делиться с теми людьми которые вокруг вас но конечно если вы не в пустыне живете олег написал туда подтвердил переход на 7 по поводу 7 этапа я вам сейчас ничего сказать не могу да то есть об этом скажет руководство компании и тогда когда она скажет то есть предполагать мы можем разное вот я например привык работать с информацией которая подтверждена да вот я не люблю предполагать я не люблю обещать чего-то чего нет вот скажут нам что будем переходить с такого числа вы знаете вы обязательно об этом узнать рассрочка но смотрите когда запускалась рассрочка да вы знаете сколько она продлится вот было сказано что тем людям которые выбрали себя приобретение пакета факции в рассрочку она была на 10 месяцев 1 да вот если вы ее оплатите в срок замечаю в срок никто не говорю что вам всем нужно в досрочные то вам будет предложен пакет на выгодных условиях как оказалось компания сейчас предлагает эти выгодные условия с тем же дисконтом с которым вы стартовали вот поэтому если это есть пакет 1 600 то с таким же дисконтом вы сможете оплатив рассрочку вот сейчас да вот и вам предложат такой же пакет если вы будете двигаться в своем графике оплаты рассрочки где у вас 1 600 и она закончится к октябрю месяцу да то по сравнению с другими я думаю что компания не сделает ничего плохого вам будет предложен следующий пакет если вы это сделаете через 10 месяцев но это мои предположения я думаю они верны сделали англоязычный кабинет на иностранец перейдя по ссылке все равно переходит на русскоязычную регистрацию и тупик и на странице регистрации очень много полезной информации а на странице регистрации вот вы сейчас это сарказм верно да что на странице регистрации много полезной информации для иностранца потому что я вот я без тебя там полезной информации вообще не нашел а там ввел свои данные просто-напросто и все принципе я согласен с вами если до сих пор так работает но у нас вроде бы как на прошлой неделе отладили англоязычный кабинет но вам сейчас скажу вещь который может быть вас не порадует если человек из мира интернета скажем так но более-менее вменяемый он зайдет на google переводчик в конце концов да скопирует то что написано нашей странице регистрации ну и по сути дела поймет что ему нужно ввести но я так думаю хотя может быть я думаю далеко опережаю скажем так мысли тех людей которые пытаются зарегистрироваться с иностранных государств но у них интернет большинстве своим развит лучше чем у нас по поводу фантастики не могу понять что сергей уточните что фантастично вот я думаю то что та шараховатость которую вы сейчас нашли я по сути дела у меня еще есть до следующего бинара немножко времени я подойду к нашим ребятам и уточню эту информацию почему скажем так самого язычного сайта переходя на регистрацию попадает на русскую язычную страницу вот может быть сбился навигатор да знаете бывает такое ну подправят и все будет хорошо иван куда людей можно приглашать из снг уточните пожалуйста но как-то я теряюсь куда бы вы хотели пригласить потому что вариантов приглашение масса много очень вот себе домой и заканчивая там я не знаю на какой-нибудь митинг к себе структура почему нельзя кто он запрещает у нас страны снг они как бы так если вы найдете партнеров единственно чтобы это делали как я говорю этично да то есть если вы зарегистрируете человеку из другой страны и он вам довериться и скажет иван я ваш навеки например да помогите ему развиваться общайтесь не скайпе проводите встречи там трехсторонние с его людьми и так далее научить его делать то что умеете сами нет никакой разницы вы можете за сангел вы можете из африки людей регистрировать да если у них есть интернет они вас понимают и готовы инвестировать никакой разницы нет вот у нас есть какие-то инвесторы слышал там нигериеве который живет где-то на аравийском полуострове в какой-то из страны не помню то ли катар то ли что то еще ничего ему не мешает быть инвестором у него наставник откуда-то там с территории снг главное чтобы эти люди к узнав что вы с территории снг не воспринимали это в штыки и не вспоминали какое-то историческое прошлое чтобы у них не было шовинистических взглядов каких-то знаете прибыли реваншистских вот кто-то может потребовать от вас я буду инвестором дадите мне в остров кунашир кунашир например да кто-то скажет что вот как это так части из территории республики беларусь почему-то перешла к литве я хочу чтобы это вернули и так далее просто общайтесь людьми которые готовы с вами взаимодействовать вот неважно из какой они страны важно что у них голове а может быть даже в сердце надо гораздо более важно вот здесь хорошее выражение по моему это из маленького из маленького принца да по-настоящему видеть может только сердце это наверно так друзья я думаю что вопросы исчерпаны да спасибо за то что были сегодня с нами вот приглашайте на наши вебинары своих потенциальных партнеров тех людей кто зарегистрировался и хочет разобраться те кто зарегистрировался не знаю для чего тоже приглашайте да просто скажем так заинтересуйте что он получит информацию но никого не тяните за уши за рога то есть за мозг да так фильме невезучий так далее не надо сюда людей насильно гнать потому что даже если он скажем так сделает какое-то действие насильно вы его заставить его может может быть он лишь бы за того чтобы отставил от него отстали это действие сделал у вас потом будет большая головная боль а надо ли это вам вот хоть и говорят есть лекарство next от любого вида боли да вот но это боль не проходит поэтому лучше работать с теми кто готов сотрудничать кто открыт кто хочет что-то изменить да сергей вход будет по спискам потому что когда вы будете оплачивать билет вы будете указывать там данные в своем личном кабинете и так далее каждый день выгружается список людей которые приобрели себе пакеты точнее не пакета билета на это мероприятие ну то и зайцем будет проскочить крайне сложно и предполагаю даже невозможно я не думаю что натянут сетку 100 там более киловольта да который будет бить током тех которые будут лезть какие-то щели но тем не менее контроль будет да и зачем на халяву куда-то лезь я думаю вы со мной согласитесь да уксус хоть и сладкий на халяву но делают дырки в желудке поэтому не рекомендую пока по корневой не могу сказать этот сервис тоже там доделывается в корневой будет можно сделать то же самое вот все коллеги до новых встреч хорошего вам вечера такого же как утро у нас сегодня было замечательно то есть любите понедельники вот и вообще любите каждый день ну и двигайтесь к тому что вы себе намечайте находить инструменты для этого